Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такая тема, очень интересная, я думаю, для многих это рак, онкология и выпуски своей рубрику вот этого «Да, о чем не говорят врачи», я называю не просто так, то есть мне неинтересно в очередной раз рассказывать людям о том, что вы на каждом канале, понимаете, посмотрите. Мне интересно преподнести как-то по-новому информацию, как в случае, когда я про гипо- или гипертиреоз, потому что я знаю, что так вот в таком ключе, так как-то вот, ну, на мой взгляд, достаточно это просто для понимания, никто не рассказывал еще, по крайней мере, я этого не видел. И, соответственно, вот про онкологию, какие-то такие моменты сегодня хотел бы озвучить, нетипичные. Вот типичные причины про генетику просто, да, соответственно, смотрим на других каналов, множество профессоров замечательных, которые вам это расскажут. Но есть менее популярные детали, которые никто не озвучивает, может быть, потому что, ну, действительно, они менее популярны, не так часто встречаются. И мы сейчас об этом с вами поговорим. Соответственно, смотрите, причина онкологии – это как, понимаете, игра в русскую рулетку. Вы никогда не узнаете, от чего или от каких причин у вас появится и не появится онкология. Ну, например, я вам могу сказать, что у меня в Москве был друг, ну, так скажем, сам по себе был хороший человек, мы прям немножко дружили. Но у него были некоторые проблемы с злоупотреблением не только, понимаете, как бы наркотиков, да, но и некоторые проблемы с злоупотреблением анаболических стероидов, гормональных препаратов. Он очень был такой накачанный чувак, вот, ввиду того, что, в принципе, он хорошо зарабатывал, в Москве тогда только набирал тренд на тренерство. Ему родители, в общем-то, очень сильно помогли. То есть, у него такая форма, он прям, в общем, выглядел колоссально. Ну, сейчас, может, это не так будет круто в рамках, там, того, как развился за столько времени бодибилдинг. А раньше прям такая форма, он обаловал. И смысл в том, что он до сих пор живет в этом стиле, хотя, конечно, с наркотиками он подзавязал, даже родил ребенка, и у него все хорошо, у него нет никакой онкологии. И, с другой стороны, мы знаем примеры, когда люди, в принципе, ведущие здоровый образ жизни, они, соответственно, по той или иной причине у них находят онкологические заболевания. И тут нужно задать себе вопрос, что же делать, да, потому что все боятся заполучить онкологию и так далее. Ну, как профилактика онкологии, надо понимать, что любые сбои в организме в том или ином случае могут приводить к тем или иным онкологическим эпизодам. Вот. И у нас даже есть случай, да, когда, ну, допустим, из язвы может развиться рак желудка, да, самое банальное. Поэтому тут как бы нужно, если вы знаете, что у вас язва желудка или какие-то другие изменения, да, нужно, хронические серьезные заболевания, нужно за ними следить. Вы всегда в группе риска. Потом, хронические заболевания, как правило, если это желудок или кишечник, носят свою коррекцию в микробиоту, что, соответственно, будет уже влиять на весь гомеостаз в целом. Вы можете сдавать анализы по ОСИКу, вы обязательно должны контролировать, там, ну, ваш врач, ваш общий анализ. То есть, это речь идет о просто привитивной медицине, по факту. То есть, привитивная медицина, та, которая предупреждает какие-либо заболевания. Чем больше вы заболеваний предупредите в себе, тем все равно больше вероятности, что даже если у вас наступит онкология, во-первых, когда вы сдаете регулярно анализы, врачу, ну, может, допустим, в 5 раз превышен тестостерон у мужчины, а он там никакого экзогенного не принимает. Это может быть определенный звонок направить, там, ПСА по исследованию гидростерон, там, УЗИ предстательной железы сделать. Поэтому, как бы, здесь очень важно предупредить, да, дать возможность врачу предупредить это заболевание. Ну, и в той или иной степени, получается, нужно обследоваться, следить за своим организмом. На самом деле, это несложно, и люди, когда даже базовые гормоны сдают, для меня уже, когда я смотрю, там, ну, раз вот в полгода приходит, человек наблюдается, для меня уже повод одно посмотреть, другое посмотреть, что-то подкорректировать. И, понимаете, и в целом метаболизм лучше, это и в целом для человека полезно. Поэтому вещи, о которых очень часто они говорят, это серьезные метаболические сбои. То есть, не говорится, что, ребята, если у вас диабет, инсулин, шкальт, инсулин – транспортный гормон, от инсулина растет все. Понимаете, и другие различные, да, сбои гормональные. Вот она, пожалуйста, благодатная почва для онкологии. Вся история с щитовидной железой и раком щитовидной железы, отправной точкой, да, заметить эту вещь, служит гормон. Так что, дорогие друзья, хотите быть здоровее, конечно, нужно сдавать и сами онкомаркеры, но только не все подряд, потому что даже просто это дорого будет. Ну и наблюдаться у вашего врача. То есть, нормальная такая практика, что у каждого человека есть какой-то свой врач, который его наблюдает, который интерпретирует его анализы, и что-то вы постоянно подпеваете, подлечиваете и так далее. Ну, вы же за машиной ухаживаете, вы же ее на ТО отправляете. Вот за собой, если вам как бы на себя совсем не наплевать, тоже нужно ухаживать еще лучше, чем за вашей машиной. Потому что машину вы можете продать, перепродать, ее можно спокойно от нее что-то отпилить, что-то туда приварить. Человеческое тело, к сожалению, очень часто утрачивает, да, возможность, многие вещи, там, когда речь о ампутациях идет или там, о каких-то операциях, многие вещи утрачиваются безвозвратно. И в жизни мы, к сожалению, не ограничены, да, со своей жизнью. То есть, нас нельзя просто так поменять двигатель и все, и живи еще 200 лет. Вот, поэтому следите за своим телом, живите долго. Какие вопросы в сторону онкологии появляются, пишите мне. Я думаю, что мы потихонечку теперь будем почаще об этом говорить. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой инстаграм. И я вас всех жду на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!